Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты. Я Максим Кембель. Смотрите сейчас. Коллективный иммунитет. В Бобруйске набирает обороты прививочная компания. Итоги обезопасить нас и наших родственников. Кто сегодня сделал укол. Дорога на Олимп. В городе стартовал масштабный форум в итоге. Жизни нужно ценить важные моменты. Как прошел первый день. Ночь велосипед-больница. В Бобруйске произошло ДТП с участием двухколесного транспорта. Все ли живы? А также развитие телемедицины, затерянные в лесу и на контроле ГАИ. Госавтоинспекторы будут пристально следить за несовершеннолетними водителями мопедов. Как не получить штраф? Главный шаг на пути к здоровью. В Беларуси продолжается массовая вакцинация. Сегодня настала главная тема дня информирования. Обсудили ее с коммунальщиками Первомайского района и предложили им сделать прививку прямо на рабочем месте. Подробности у Ольги Васинда. В Бобруйске единый день информирования. Основная локация – жилищное ремонтно-эксплуатационное управление Первомайского района. Среди тем – пожарная безопасность, развитие системы здравоохранения, массовая вакцинация. Последнее, к слову, становится главной. Рассказали, сколько человек заболело, какие методы есть. И то, что основной метод – это только прививка, которая может обезопасить нас и наших родственников в том числе. Для Лилии Скачок прививка – дело привычное. Каждый год женщина защищается от гриппа. Признается, желание вакцинироваться от COVID-19 появилось давно. Но поход в поликлинику все откладывала на потом. Когда предложили на работе, сразу согласилась. Сегодня получает первый компонент от опасной болезни. Я сразу же с первого почти дня решила, что были сомнения. И кто что говорил, кто за, кто был против. Но сейчас, как пошел вообще еще какой-то новый этот вирус, все, я решила, что надо действовать. На коммунальном предприятии Первомайского района медики впервые. В зале 43 человека. Специалисты делятся с пришедшими полезной информацией и отвечают на вопросы. В частности, врачи объясняют, для безопасности нас самих, наших родителей, детей, всех близких, действительно важно пойти и сделать прививку. Пока свой выбор в пользу вакцинации делают 50% работников. Естественно, мы будем продолжать дальше, приглашать людей, потому что помещение немножко у нас маленькое. Тоже нужно соблюдать социальную дистанцию. Тем временем в Беларуси привито уже более 1 миллиона человек. Поликлиники, предприятия, рынки, торговые центры. Места, где можно получить прививку, достаточно. Стоит отметить, коллективный иммунитет сработает, если полный курс пройдут 70% населения. Ольга Васинда, Андрей Богдан, Бобруськ, 360. Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки зафиксирован 991 пациент с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 431 112 человек. В республике вступил в силу безвизовый режим для граждан 73 государств, которые хотят привиться от коронавируса в Беларуси. Они смогут находиться на территории страны до 5 суток. Вакцинация будет платной – от 130 до 150 рублей. Сейчас на выбор два препарата. Российский спутник ГВИ, его и предлагают иностранцам. Для беларусов также доступен китайский Синофарм. Минздрав уже определил перечень учреждений для приезжих. На данный момент их 82. Также после полного курса всем будут выдавать сертификат. Оранжевый уровень сводки МЧС и онлайн-оплата на сайте Белорусской железной дороги будет недоступна покупка и возврат электронных билетов. Когда? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси активно развивается телемедицина. Теперь для консультации с врачом не обязательно выходить из дома. Одиночный прием все же необходим. Зато после него многие услуги можно будет получить дистанционно. Мониторинг самочувствия пациента, консультации, постановка диагноза. Также станут возможны оформления электронного рецепта, выдача справки о состоянии здоровья и выписка из документов. В целях сохранения врачебной тайны парк высоких технологий уже разрабатывает специальное программное обеспечение. С начала года в Беларуси зарегистрировано 96 случаев, когда люди заблудились в лесу. Как отметили в МЧС, специалисты выезжали для участия в поисковых работах 127 потерявшихся граждан, из которых 25 были дети. Не все были найдены. По некоторым мероприятия продолжаются. Ведомством разработано мобильное приложение «Помощь рядом». Его можно скачать на любой телефон. В нем есть раздел «Что делать», в котором даются алгоритмы действий в подобных ситуациях. Сотрудники ГАИ усиливают контроль за несовершеннолетними водителями мопедов. Профилактическая акция продлится с 15 по 26 июля. Многие халатно относятся к своей безопасности и игнорируют требования использовать шлем, а также защитную экипировку. Напомним, находиться за рулем скутера разрешается подросткам старше 16 и при наличии водительского удостоверения соответствующей категории. 17 июля на сайте Белорусской железной дороги и в приложении «БЧМой поезд» будет недоступна покупка и возврат электронных билетов с 2.30 ночи до 7 часов утра. Причина – проведение технических работ. В это время за квитком можно обратиться в привокзальные кассы. Желательно заранее. Еще больше информации на официальном сайте перевозчика. На завтра из-за жары в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности. Ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, возможен туман. Ветер прогнозируется неустойчивый, с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 16-22 градуса выше нуля. Днем до 34 со знаком «плюс». Колесо «восьмеркой» в Бобруйске сбили велосипедиста. Согласно предварительным данным, автомобиль марки «Ауди» двигался по улице Севлеевская во вторник вечером. Не заметил двухколесный транспорт и сбил его, который в свою очередь ехал в попутном направлении по краю проезжей части. В итоге иномарка на обочине, велосипедист в больнице. Еще одно ДТП с участием байка случилось ночью 12 июля в Осиповичах. Немец, только на этот раз «Мерседес», сбил пенсионера. Тот катил своего стального коня по центру дороги. В результате столкновения мужчина получил травмы и был госпитализирован. К слову, в его крови обнаружили алкоголь. В итоге «Крок до Олимпу» в Бобруйске стартовал масштабный форум. Это совместный проект Национального олимпийского комитета Федерации профсоюза Беларуси. Завершится он в субботу, 17 июля. В программе фестиваля спортивные, образовательные и культурные события. О том, как прошел первый день, расскажет Карина Гуревич. Первой остановкой фестиваля становится еврейский дворик. Культурная локация располагается в самом сердце города, на территории старинной синагоги. За ее плечами большая история, поэтому без экскурсии не обходится. Ведь где, как ни в музее, говорить об истоках. После гости обсуждают продвижение туристических услуг в Бобруйске и обмениваются опытом работы. Важно подчеркнуть, что, используя вот этот потенциал региона, мы можем многое продвигать с пользой для страны, для данного региона в частности. Поэтому сегодняшний семинар посвящен именно этому аспекту и больше ориентирован на тех, которые работают с внутренним туризмом. Выставка «Кола Часу» в художественном музее – еще одно место притяжения первого фестивального дня. Здесь собираются ценители изобразительного искусства. Здесь 30 работ современных белорусских художников. Сама выставка называется «Колесо времени». И идея ее в том, чтобы показать именно связь этих поколений, да? Показать о том, что наша жизнь, она настолько быстротечна, и что в жизни нужно ценить важные моменты. Отдельное место в галерее занимают работы начинающих мастеров. Конкурс – отличная возможность для юных художников заявить о себе. Лучших определяет компетентное жюри. Выбор непростой. Каждый рисунок хорош по-своему. Дополнением к выставке становится лекция о современном белорусском искусстве. Мы так и немножечко познакомимся, откуда идут истоки современного белорусского искусства и рассмотрим творчество художников, которые сегодня живут, творят, выставляются и принимают активное участие в художественной жизни страны. Завтра форум продолжится. В плане второго дня – семинары по развитию творческих проектов, обсуждение национальных и региональных брендов. Подробно о спортивном движении можно будет узнать на встрече с Белорусской Олимпийской Академией. А уже вечером – концерт органной музыки Валерия Шмата в театре имени Дунина Марцинкевича. Карина Гуевич, Андрей Богдан, Максим Галенка, Бобруйск-360. Это все и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях в моем эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА